Более 400 участников собрал в этом году Российский облигационный конгресс. 300 с лишним участвовали очно, остальные присоединились онлайн. Мероприятие было согласовано Комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, и в процессе проведения конгресса важное место заняло соблюдение санитарно-эпидемиологических мер. Формат смешанных выступлений, привычных со сцены и новых по видеозаписи, тоже новинка этого года. Конечно, люди приезжают прежде всего за живым общением, поэтому я думаю, что приживется тот формат, когда большинство спитеров участвуют точно, но при этом допустимо, что кто-то из спикеров, если он по каким-то причинам не может приехать, участвовать в онлайн, это будет нормально. Конечно, формат конференции, когда все сидят и смотрят трансляцию, он вряд ли приживется, потому что тогда, собственно, можно и не приезжать и смотреть эту трансляцию из дома. Поэтому, я думаю, приживется комбинированный формат, но все-таки очная часть будет больше. Более 10 пленарных заседаний и панельных дискуссий, которые вместили в себя выступления ведущих экспертов финансовых рынков нашей страны и ближнего зарубежья, представителей власти и инвестбанкинга. Каждый отвечал на самые важные сегодня вопросы. Каким стал рынок в эпоху ковида? Мы видим, что глубина и разнообразие инвесторской базы, инструментарий, возможностей, которые российская фундамент предоставляет, делает его все более интересным как для розничных, так и для институциональных иностранных областей. В связи с этим есть несколько инициатив. Я буду выступать очень коротко и скажу только о тех инициативах, которые имеют непосредственное отношение к рынку облигаций. Два дня обсуждений, общения и взаимодействия. Теперь доказано, что, несмотря ни на какие сложности, российский облигационный конгресс остается одной из важнейших площадок для встреч представителей финансового сектора. «Рок был всегда», «Рок есть» и «Рок будет». И мы очень благодарны команде Сергея Лялина, что удалось согласовать о официальном уровне столь значимое мероприятие. Мы считаем, что это большое достижение и действительно единый порыв инвестиционного сообщества собираться каждый декабрь, обсуждать итоги года и планы на будущий год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова